всем привет друзья я наконец-то нашел себе фланг для полива который мне нравится у меня был здесь такой но его украли и вот я в магазин много раз ходил и все не то все не то они сказали будет воскресенье а я только что зашел мне нужны были две заглушки я взял и лежит шланг тот который мне нравится 34 гривны за метр он полностью резиновый без какой-то там нитки или еще чего-то и он не перегибается то есть когда когда вот такой получается изгиб ты натягиваешь он выравнивается сам это самый лучший резиновый шланг 34 гривны за метр я взял бобинку 30 метров вот 30 метров все сбоку запечатаны заглушки мне отправили сегодня уже виноград сейчас я вам покажу какой вонюшка молодец у меня нет отдельно времени они у меня спасутся когда у меня получается тогда все купил фитинг из да а я еще вам не сказал что ваня сделал но я вам сказал сейчас покажу но еще не сказал сейчас покажу короче купил фитинг с 32 трубы купил пол дюймовый кран дюймовый или три четверти три четверти вот правильно и вот такую штуку на шлангу и 30 метров шланга мне хватит до виноградника я надеюсь мне кажется двор не настолько длинный чтобы не хватило да а костер кто будет полить я с мамой а ты не хочешь нет и пожарим пожарим шашлык еще вот так все легко и просто и прокрутить чтобы краник был сверху все а это сюда и все дела это еще купил хомут чтобы плотненько самое хуже когда ты поливаешь а но слетела и это и надо идти к крану он далеко так что вот так вот так все вот и все дела красота и вот и все дела да вот смотрите он эти перегнулся раз ой я извиняюсь все у вас это ну короче если он перегибается еще вот эта расцветка полосатая очень хорошо видно 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 ну как бы вот желтая черная полоса очень хорошо видно если шланг перекручен ну как бы берешь его ослабляешь и все дела так руси вы мне не поломайте пожалуйста молодой виноград кыш вот это нехорошо оп 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 еще не хватит да сюда сюда детки сюда вот так вот так вот смотрите что сделал ванюшка сегодня мне пришло уведомление что сегодня мне отправили виноград который я заказывал киш-миш и вот здесь будет два ряда по одному краю и по второму по три по четыре куста посажу нужно будет докопать чет ванюшка решил что этого достаточно еще хотя бы полметра ну и все и будет и будет прям отлично сюда сюда гусятушки вот так ой ой хоть бы не задавить вот вам и 30 метров сюда сюда еще не хватает а я думаю хватит насколько длинный двор да вот так раскрутил зато я сейчас могу полить блин не хватает 30 метров это мало вы видите что происходит все до сих пор не раскручено еще вот так во не хватает 3 метра 5 это печалька я думал хватит чтобы так положить виноград и все дела не хватает пойду включу пойду включу тут побудьте скажи побудем мы ох и подруги мои да вы подружайки все можно чуточку приоткрыть не на всю а по чуть-чуть чтобы там сильно вот так прям по чуть-чуть вот пошли девки пошли пошли гулять идем идем за мной за мной за мной красоточки за мной быстро быстро вот так все теперь у меня ой 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 есть два дава вода во дворе но я вот не на всю открыл потому что был бы такой напор который просто бы все смывал пить будете на пей нет ну и вот так это конечно не ведром носить разница есть так что купаться будете сейчас колюжу вам сделаю нет блин я подумал 30 метров хватит там было 20 и 30 думаю это 30 мне с лихвой вот вам и двор да сколько тут прошли а оно не хватает как поливать те персики и Продолжение следует... О, я их не побелил. Это странно, мелкие. На, водичку, пей. Пей водичку. Ой, молодец, пей. Пей водичку. На. Пейте водичку, белки. Давай. На. Водичка холодненькая. Ой, попила. На тебе. На. На. Все, попила. Давай, давай. Разобрались? А вот. Колюшка, смотри какая. Купаться будешь. Знаете, хотел еще объяснить по поводу того, по поводу купания гусят маленьких, которые без гусы. Часто, часто люди, покупая гусят или утят, выпускают их в какую-то колюжу и они тонут. И люди думают, о боже, это же водоплавающая птица, почему она утонула? А знаете почему? Потому что сальная железа, которая находится над хвостиком, она не рабочая еще. Гусенок немножко подрастет и там будет выделяться жир. Поэтому, когда маленькие гусята с гусыней, они трутся под гусынькой, гусынька смазывает свое перо вот этим жиром, который находится в сальной железе. И гусята так же водонепроницаемы, как и гусыня. И с первого дня, как только вывелись гусята, они могут спокойненько плавать на воде. То если намочить этих, они реально намокнут. То есть они не будут так, как гусята, которые находятся с гусыней. Так что будьте осторожны. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну вот так. Все. Полью еще мертвый кустик. Можно теперь все полить. Все пустые малинки. И будет красота. Можно чуть сильнее воду включить. Но если бы сейчас пришел Ванюшка, я бы ему сказал, он бы мне крутнул. А так, ведром, конечно, вроде тоже ничего. Но посмотрите, насколько лучше, если к шлангой. Какие кустики. Знаете, там уже выпускаются цветья они. И я их не буду обрывать. Они будут давать клубничку мне. Как вы думаете, пора уже ее накрыть агроволокном черным? Вроде пока сорняки не лезут. Или потом, чуть попозже. Или проще пока маленькие одеть, да? Прорезать. О, какая красота. Молодец, Ванюшка. На самом деле, вот тут можно еще скопать кусок и посадить еще клубники, да? Май месяц, еще не поздно. Девки, бегайте сюда, бегайте. Идем сюда, сюда, красоточки. Давайте шелковицу поливать, давайте. Подруги мои. Блин, что делать? Нужно где-то найти кусок, кусок 32 трубы, удлинить ее. Купить соединительный фитинг и удлинить. Чтоб уже не покупать кусок шланги. Там протянуть нужно метров на пять. И все дела. Ну, как-то так. Так, гусятки, крышь, пожалуйста, в петлях, не это. И вот так нужно позаливать виноград. Потом обполоть, распушить. И знаете, уже нужно его обработать. Как вода впитывается. Вроде шли дожди, а уже сколько дней нет дождя. И все, все засохло. А виноград лезет. Вот так. Живой. Надо проволоку натягивать. Сейчас за неделю и будет уже по колено виноград. И прям уже нужно будет подвязывать. Ну, вот так. Ладно, ребят. Буду разжигать мангал. Пожарим шашлычок. Всем большое спасибо за просмотр. Пошел я переодеваться. Пока будет гореть угли. А я пойду управлюсь. Да, гусятки. А сейчас выйдем во двор. Будем тут ходить. И будет детвора, гусятки. Ну, я про гусят. Будут вместе с нами бегать. Так что. Вот такие вот дела. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok